Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили, что хотят продолжать карьеру. Фигуристы в финале Гран-при России накануне завоевали бронзу. Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть, сказал Морозов. Тарасова добавила, что желание продолжать есть и у нее. Елизавета Туктамышева тоже собирается продолжать спортивную карьеру. Я буду продолжать, у нас есть планы на сборы в Кисловодск, на поездку в Мексику, на дальнейшие сборы. Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть. Любой сезон в России это тоже очень интересно. Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься. Также Елизавета заявила, что довольна выступлением в финале Гран-при России и сезоном, и тем, как провела серию Гран-при, чемпионат России и финал. Фигуристка рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне. В финале Гран-при России в соревнованиях мужчин победу одержал Петр Гуменик. После проката фигурист заявил, что начал занимать высокие места на турнирах не вовремя. Сначала серебро на чемпионате России, а теперь победа в Гран-при. Петр признался, что катать было сложно, но он очень хотел победить. Боролся за каждый элемент, отдал все силы на льду. Наконец, получил желаемый и результат. В конце прошлого сезона у меня не было особо успехов, а в этом случился прорыв. Но это не случайность, я на это рассчитывал, работал. Мне кажется, я не вовремя начал занимать места на чемпионатах России, и надо было делать это в прошлом году, когда была возможность поехать на Олимпийские игры и другие международные турниры. Надеюсь, у меня еще будет возможность поехать, тогда я не упущу свой шанс, сказал Петр Гуменик. Удивил всех своим прокатом Дмитрий Алиев. Он показал лучший результат второго дня соревнований. После короткой программы фигурист занимал предпоследнее место, а после произвольной программы просто взлетел в турнирные таблицы. В итоге он завоевал серебро финала Гран-при. Алиев заявил, что этим прокатом он смог доказать прежде всего самому себе, что он не безнадежен. Из грязи в князи. Здорово, что получилось сегодня показать такой результат. Доказать самому себе, что я не безнадежен. Очень тяжелая подготовка была. Было много прокатов. Где-то я был на последнем издыхании. Меня подбодрил приезд наших друзей из Москвы. Это меня поддержало. Я очень рад, что мне удалось поставить такую яркую точку в конце соревновательного сезона и проявить мужество. Это важно в нашем деле. Я не думал о результате. В глубине души была надежда, которая переросла в реальность. Камбэки такие были на первенстве России. Я с 13-го стал первым, произвольный стал вторым или третьим. Третьим, по-моему. Мне одного места не хватило, чтобы поехать на юношеский чемпионат мира. Сейчас я задаюсь вопросом, как же научиться катать короткую программу, чтобы таких моментов больше не было, сказал Алиев. А вот Марк Кондратю, который лидировал после короткой программы, наоборот выступил слабее, но все равно смог удержаться в тройке сильнейших. Марк признается, что проблемы со спиной сказываются на его подготовке. У фигуриста были определенные проблемы, из-за которых не удалось хорошо выступить на чемпионате России и пропустить ряд турниров. Но Марк рад, что сейчас удалось более-менее восстановиться и попасть на пьедестал. Короткая программа удалась. Это было хорошо. А в произвольный не хватило подготовки. Травму беспокоит только периодически. Но тренируюсь я все равно не на максимум. Делаю до какого-то момента, а потом останавливаюсь, когда чувствую, что у меня опять сейчас заболит спина. Я сделал практически все, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, особенно с учетом того, что Дима и Петя выдали такие прокаты произвольные. И рад, что в такой борьбе сумел занять третье место, сказал Кондратюк. Много разговоров сейчас идет о том, что Софья Катьева незаслуженно осталась без медали в финале, заняв четвертое место. Интересный момент можно заметить в протоколах арбитров. Один из судей поставил Софью Акатьеву и вовсе на первое место в произвольной программе. От этого арбитра Акатьева получила 167,68 балла. Аделия Петросян 167,50, Камила Валиева 162,63, а Туктамышева 159,36. Но вот остальные шесть судей все же поставили Петросян на первое место. Еще трое судей на второе место поставили Акатьеву, два арбитра посчитали второй Валиеву, а один судья расположил на второй строчке Елизавету Туктамышеву. Камила Валиева поразила болельщиков и экспертов исполнением четверного тулупа. Тренер Инна Гончаренко вообще назвала четверные тулупы Камилы Валиевой лучшими в истории. Хочется отметить выступление Камилы Валиевой. Она боролась с собой. Ее четверные тулупы даже лучше, чем у мужчин. Я бы дала отдельную ей номинацию за лучший четверной тулуп в истории. Мне кажется, она расстроилась, но делать этого не стоит. Она борется, проходя сложный этап роста и взросления. Девчонки молодцы. Уровень очень серьезный. Мы разбираем, кто лучше, кто хуже, но забываем о том, что наши девочки не просто борются. Они делают это с четверными прыжками. Хочется отметить и девочек из первой разминки. Они не владеют элементами ультра-си, но показали очень хорошее катание. Эмоциональное и артистичное. Соня Захарова, Ксения Гущина. На них приятно смотреть. Все до одной при определенном встечении обстоятельств могли бы выиграть чемпионат Европы. Немного обидно за Соню Акатьеву. Жаль, что не увидели двух тройных акселей от Сони Муравьевой, сказала Гончаренко. Татьяна Тарасова также отметила прекрасное исполнение тулупа Камилы Валиевой. Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Высота – это сила. Это учитывается в технической оценке. Вы когда-нибудь видели такой четверной прыжок? Я не видела. Первый раз вижу такой прыжок, сказала Тарасова. Камила Валиева не стала отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях спортивного арбитражного суда. Журналисты не обошли эту тему после финала Гран-при России и задали ей этот вопрос, но ответа не услышали. Напомню, ранее спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции РУСАДа, Международного союза конькобежцев и ВАДа на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДа признать Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Расследование по допинг-делу Валиевой началось во время Олимпиады 2022 года в Пекине, когда стало известно, что она сдала положительный тест в декабре 2021 года на чемпионате России. Однако Камила заявила, что ситуация на Олимпиаде в Пекине сделала ее сильнее. «Я хотела бы сказать, это будет странно. Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило. Я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — сказала фигуристка. Тренер Сергей Дудаков заявил, что Камила Валиева не справилась в личных соревнованиях на Олимпиаде психологически. По его словам, Камила в тот сезон была в форме, в идеальной форме, но получилось, что получилось. Также Дудаков в эфире Первого канала назвал отличительную особенность Анны Щербаковой. «Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдает максимум всегда. Она всегда выдает лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», — сказал Дудаков в программе «Подкаст ЛАП». Не обошел стороной Сергей Дудаков и Александру Трусову. Тренер рассказал о бескомпромиссности в характере фигуристки. «Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед. Она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет. И все». С Сашей разговаривали. «Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие. Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше», — рассказал Дудаков. Напомню, Трусова завоевала серебро на Олимпиаде 2022 года. Все межсезонье она готовилась под руководством Этери Тутберидзе, но в самом начале сезона 2022-2023 она покинула «Хрустальный» и перешла к тренеру Светлане Соколовской. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!